Оденься. Нет. Оденься. Нет. Прошу. Пожалуйста. Одевайся. Одевайся. Это видео было не то, что создано при поддержке моих бустеров. Это видео было создано для моих бустеров. Однако кое-что изменилось. Но об этом чуть позже, в конце видео. А сейчас устраивайтесь поудобнее, ставьте свои лайки, напишите какой-нибудь комментарий и окей, фильм начинается. Знакомьтесь, это Пит. Он маляр и плюс может клеить обои. Но работа у него такая. Красил он стадион, где школьницы делали пробежку. У Пита есть машина, непрестижная работа и дома его ждет девушка. Кстати, не то, чтобы они очень долго встречаются. И вот она в постели начинает задавать вопрос. Пит, а расскажи вот, что ты думал, когда в первый раз увидел меня, когда мы познакомились. В общем, она хотела чего-нибудь приятного услышать. И он, в принципе, говорит, что она очень красивая. Однако она спрашивает, ну там же был мой парень. Как ты понял, что вот я с тобой буду общаться? Мне показалось, что хоть ты и с ним, ты будешь совсем не против. Ну, Пит у нас романтик. В общем, после такого девушка собирает вещи и уходит от него. Не, ну просто ее, в принципе, такая жизнь не устраивает. Потому что Пит не стремится к чему-то там большему. Мне этого мало. Ну и когда она уходит, он закуривает косячок, и вообще он любитель побаловаться веществами. Надеюсь, вы начинаете понимать, что он из себя представляет. Ну, если не понимаете, то вот, например, он сразу же пошел к другой девчонке, знакомой в магазине, и начинает клеиться к ней. Она говорит, ну у меня как бы парень есть. Тебя вообще это не смущает? Если хочет, пусть приходит. Ну да, не шкаф подвинется. Однако, тут его отвлекает школьница, которая идет к своей матери, и он просто застывает. Он не может никуда больше смотреть. Он даже уже про эту девчонку забыл, которая там стоит. На следующий день школьница на уроках. Ну а Пит сталкерит ее. Он стоит рядом и смотрит. Просто смотрит. В общем, девчонку зовут Лори, и она очень увлечена бегом. Вот даже вечером приходит, чтобы еще раз побегать, побегать, побегать. И встречает Пита снова, который ее преследует. Ты следишь за мной? Я работаю здесь. И вот так у них начинает завязываться разговор. Он предлагает ей сигаретку. Да, бегунь ей предлагать сигаретку. Гений. Конечно, она отказывается. Тогда он предлагает ее довезти. И тут Лори такая. Не хочу попасть в новости. Как очередная жертва маньяка педофила. Хе, в общем, она отказалась. Пошла домой, а дома мать. И у них нехорошие отношения, неплохие, но натянутые. А отца Лори даже не знает. К вечеру Лори хотела пойти погулять с парнем, а он не пришел. Пришлось идти домой. Настроение дерьмо. Мама, отстань. В школе ее подружание рассказывает, что подала заявку в модельное агентство. Но там нужно типа сделать фотографии сексуальные. Вот, и если ты будешь очень сексуальный, то тебя возьмут. А ты тоже, Лори, попробуй. Давай вместе сделаем фотографии. Нет. Короче, на уроке тот самый парень, который не пришел с ней гулять, начинает подкатывать какой-то другой девчонке, еще стебать саму Лори. И она такая, ты че, сука? Внутри все горит. Надо как-то ему отомстить. И как вовремя, Пит сталкерит Лори. Он прям стоит за забором, смотрит на нее. Она такая, подходит. Чувак. Это супер жутко. Однако она спрашивает. Ну и че ты хочешь от меня? Погулять вместе? Ладно, давай. Сигу, ты что? Да, конечно. В общем, Лори хотела поступить, скажем так, назло. Тем более, еще Пит оказался рядом. И как-то все так совпало. Поэтому, ладно, увидимся. Поехать они решили в клубешник. И уже в машине Лори начинает выпивать. И спрашивает. Ну и че, много ты незнакомых девушек так катаешь? Нет, ты первая. Приехав в клуб, подойдя к барной стойке, Лори заказывает голубую лагуну. И Пит такой, че? Какая голубая лагуна? Виски. Повторить? 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 Он ее набухать решил? Ну, слово за слово, и речь заходит о работе. И он решил ей наврать. Говорит, я, типа, забираю дома людей на время, потом что-то... Че? То есть ты сквоттер. К своему стыду я не знаю, кто это, поэтому сейчас загуглю. И даже прочитав на Википедии, что сквотинг это акт самовольного заселения покинутого или незанятого места, или здания лицами, сквоттерами или сквоттерами, не являющимися его юридическими собственниками или арендодаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование, я все равно не выкупил. Так вот, Лори тоже говорит, что она королева улиц, и он такой, че? Да ты мамина дочка, по-любому, так что не надо мне тут. Ну и Лори, из-за того, что он не поверил, решает пойти потанцевать. Бахнув еще пару стаканов виски, Пит идет искать Лори, и вот это самое странное, что я видел. Однако в этом есть какой-то вайб. Я такое, конечно, видел, но, блин, это выглядит так забавно. Типа, они без музыки, но музыка в наушниках, и они все танцуют, и всем так весело и круто. Тут Лори надевает наушники на Пита, и они начинают растворяться в моменте. Не, калич какой-то, давайте поменяем музыку. Так вот, Лори приближается все ближе, танцует, обжимается, а Питу как будто бы нехорошо, поэтому он снимает наушники, хватает Лори и говорит, Все, уходим отсюда. Давай, давай, собирай вещи и едь домой, не хочу быть твоей нянькой, говорит Пит. Хоть Лори и просит его еще потусоваться, однако Пит не преклонен. И тут мы видим бывшего парня Лори. Вызываешь мою ревность с этим парнем? Да, блин. Так это мой муж. Так вот, слово за слово, Пит вообще, кстати, ничего не говорит, он просто такой, угу. Шлендра. Вот это ты зря молодой словами разбрасываешься, он вроде уходит, а Пит такой, не-не-не, ну-ка. Быстро извинился перед ней, чувак извиняется, напрудил в штанишки и... Все. А нет, не все, Лори еще и наблевала. Отработав очередную смену, Пит буквально случайно встречает Лори, и они идут тусоваться. На какие-то детские аттракционы, однако плюс вайп, плюс вайп. Это че, сейчас был мини-клип взрослого мужика и школьницы, как они вместе тусуются? Да, это был он. Но не спешите делать какие-то выводы. В общем, они идут гулять, он дает ей свою куртку, и она узнает его маленькую тайну. Да твою ж налево. Питер Рейн, маляр-обойщик. Ну да, никакой он не сквотер, сквиртир, сквадер, как она его там назвала, а просто малярщик-обойщик. Признаю честно, они отлично провели время, она забрала его куртку, а еще оставила свою фотографию. Ну что ж, до свидания, Лори. И мне, конечно, интересно, что он думает, но еще мне больше интересно, что вот вы думаете. Потому что 33-летний мужик, возраст Христа, ей 17. Интересная парочка вырисовывается, не правда ли? Лори бегает, Пит работает. Кстати, работает он и семьи, где дедушка и его внучка. Все, это все семья. Дома же Пит моет посуду, и тут цраный малолетний говнюк, который постоянно пытается испортить жизнь Питу. То яйцами закидает его дверь, то начнет рисовать баллончиком. А чем он его ловит, и такой, слышишь, ты... Привет, Лори. Проваливай. Лори его застала за тем, как он пытался наказать школьника. В общем, она возвращает ему куртку, и они едут в одно особенное для Пита место. Едут они очень далеко, за город, он ее ведет куда-то вообще по полям, по лесам. Алло, даже страшно. Это оно. Серьезно? Короче, он показал ей свое граффити, которому миллион лет. Ну и вот они начинают так откровенно общаться, она спрашивает, а что ты вообще хочешь? Ну, там, от жизни. И знаете, чего хочет Пит? Он хочет обычной, нормальной жизни, хорошую работу, купить дом, построить дом. Семью хотелось бы завести. Потом Лори рассказывает о себе, о своей маме, о том, что она не знала своего отца. И вообще ее отец какой-то ублюдок, он бросил ее, даже когда она еще не родилась. Прикиньте? Он ни разу со мной не общался, так что... Может, он просто не знал как. Короче, как-то все эти разговоры об отце вызывают в сильную печаль и грусть у Пита. Видимо, тоже батя бросил. Но все, все, время уже позднее. Пит говорит, что Лори пора домой. Однако, она говорит, а я голодная. Давай к тебе заедем покушаем. Естественно, Пит просто не мог отказать. И пока он готовил, Лори красилась с помадой его бывшей девушки. Она даже ее своровала. Так вот, он накрывает на стол, начинает хавать. Такой, ну ты че? Че смотришь что? Налетай. Я не голодная. Так, wait a minute. В смысле? Ты же поехала сюда только потому, что ты голодная. Но и она начинает его че-то трогать. Че так не уприжиматься. Так вот, в какой-то момент Пит брыкается. А Лори говорит, я могу это сделать тебе че-нибудь, если ты хочешь. Он говорит, нет. Я ничего не хочу. Вообще ничего. Однако их диалог прерывает бывшая, которая пришла за вещами. И вот такая вот ситуация. Лори сразу моментально попыталась отмазать Питой и такая, да я двоюродная сестра. Из магазина сейчас. Замолчи. Пит говорит своей бывшей, я тебе все объясню, пожалуйста, но позже, но не сейчас. Пожалуйста, только не психуй. И, кстати, она пришла за помадой, а помады-то и нет. Ммм, куда она могла подеваться? Ну а вообще уже пора бы выяснить, что, блин, между Лори и Питом. Лори бы хотелось какой-нибудь конкретики, однако Пит говорит... Думаешь, ты для меня слишком старый, да? Я не могу сказать людям, что мы вместе. Это сильно обижает Лори. И как бы он ни пытался за ней бежать, остановить ее холодно на улице, давай хотя бы до дома довезут... Ладно. А дома мама. Мама, отстань. Так вот, Лори грустит, пересматривает свои старые фотки, пересматривает свои детские фотки. Пит же снимает стресс по-другому. Однако он не может не сосредоточиться, не думать, в голове тараканы что-то его очень сильно гложет. Да так, что он вон... Пит, хватит. Пит. Ну да ладно, рабочий день, и девочка подходит и спрашивает, а вы можете нарисовать звездочки на потолке? Твои родители сделают, я только крашу. У меня нет папы. Тогда поможет дедушка. Эх, тут, видимо, ни у кого пап нет. Подружка Лори устраивает эротическую фотосессию, ну а Лори ее фотографирует. Вы же еще помните о том, что она там хочет стать моделью? Так вот, Лори решает, а че бы мне тоже не пофотографироваться? Пит приходит на рождественскую вечеринку, куда его звала бывшая, но сейчас она его видеть вообще не хочет. И зачем ты, блин, пришел? Ну раз пришел, надо накатить. Пит, плюс он видит своего заказчика в костюме Деда Мороза, они вместе выпивают, и он подходит к бывшей. Объясняет, что это просто малолетка, с ней ничего не было, я люблю тебя. Так перестань не видеться. Приколюха, конечно, однако Пит говорит, что не может. Ну и все, не можешь, до свидания. Да, как-то так, наступает новый день, и Пит все-таки рисует звездочки для девочки. Это, это даже мило. Знаете, если поначалу Пит вызывал у меня негатив, который я вам и хотел передать в начале пересказа, то сейчас, понемножку, помаленьку, смотрите дальше. С Лори он все-таки помирился, подарил ей кулончик, и такой, ну все, больше не будем ссориться. Давай-ка лучше выпьем. И он, в общем, выходит из машины, идет на пляж, а она оставляет небольшой сюрприз. Свои фотографии, вот эти нюдицы, вот засунула, спрятала. Жесть. И вот они на пляже, Пит думает, ну сейчас выпьем, а она ему экстази предлагает. У меня это первый раз, я хотела с тобой. Я не буду, и ты тоже. Пит ей говорит, не надо это дерьмо принимать, однако она берет, проглатывает. И, ну, ему тоже приходится. И вот они уже дома, их дико прет. Пит вообще, он тут? Он-то, конечно, тут, однако вопросы, которые он задает Лори, мягко говоря, странные. Когда у тебя выпали молочные зубы? Болела ветрянкой? Доктор Пит, вы странный. Однако вы уже можете догадаться, что происходит здесь вообще. Ну, а так, Лори, убитая, она под Ешкой, она творит какую-то дичь. Твою же мать. Хватит. Прошу. Иди сюда, я тебя убью, убью. Двадцать восемь ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? Блин, благо тут реально до поножовщины дело не дошло, потому что он ее обезвредил, и вот он сверху. А ей как бы и нравится все это. И вообще, она же убитая. Она к нему лезет, он говорит, хватит. Она к нему лезет, раздевается, он говорит, оденься. В общем, Лори не понимает, да что с тобой, не так? И он говорит, ты меня возненавидишь, ты меня возненавидишь. Мы, мы это, родственники. Ты о чем? Эту мать ебал. А, короче, я-то обо всем этом догадался еще в том моменте, когда они разговаривали про отца. Потому что, ну, он там сильно палился, очень сильно. И вообще, в принципе, по фильму он такой как-то странно себя вел. В общем, я надеюсь, вы понимаете, что... Да, в семнадцать лет он переспал с ее матерью. Потом она уехала. И как бы он ее не видел, а сейчас ее увидел. И такой... Лори, правда, до сих пор не может свыкнуться с этой информацией. Поэтому задает самый глупый вопрос. И кто мы друг друга? Он твой дедушка. Ну, камон, Лори, не тупи. Давай, давай, соображай. В общем, когда он напрямую ей говорит, я твой отец, батя, папка. Она просто начинает дико рофлить, потому что, ну, что, чего, кого. Однако потом, когда до нее действительно начинает все это доходить. Она хочет отсюда уйти. Ну, а ее желудочно-кишечный тракт, плюс ешка, которая там растворилась, не дают ей это сделать. Да и Пит просит ее остаться, потому что, блин, ну ты под кайфом. Куда ты сейчас пойдешь? Ночь? Ты че? На утро Питу пора на работу. Лори спит, и он, ну, ее не будет. Телефон у него уже садится. В общем, он быстренько-быстренько бежит на работу. И там он даже не может подзарядить свой телефон. И не может связаться с Лори, которая просыпается под вечер. А Пита нет, поэтому она уходит. Берет с собой бутылку, кричит Пита, но его нету. А зато ее видит тот школьник, который все время пытается поднасрать ему. И вот, когда Пит возвращается домой, то школьник взял и написал ему на двери. Бега Пит. Ну, а тут, в принципе, тяжело будет что-то доказать. Пита видели все время с какой-то школьницей. Как бы объяснить, что это его дочь. Лори, он нигде не видит, конечно, ее дома нету. Он ходит, кричит, курит, психует. А, знаете где Лори? А она, блин, на пирсе. А она, блин, набухалась просто в кал. Дождик льет. Настроение. Депрэшн. И главное сейчас не сделать какой-нибудь глупости. В общем, мы видим воду и... Лори в больнице. Ей промыли с желудок. Короче, мне кажется, у нее реально проблемы с желудком. Она постоянно блюет. Пришла мать и говорит, что какой-то мужчина все время пытался ее найти. Он правда мой папа? Ты ему в матерь годишься? Неправда. Плевать, ты отвратительна. В общем, мать объясняет, что он, конечно, молодо выглядел, но она не знала, что ему 17, и сама мать тогда рассталась, и вообще она ни о чем не жалеет, потому что в итоге же родилась ты, Лори. Жалеет только Пит. Жалеет о сказанном, жалеет о несделанном, жалеет о том, что он, блин, сраный маляр и ничего в жизни по факту не добился. Он сам, кстати, это говорил. И тут он находит еще и фотки Лори, которые она ему оставила. Какая-то неудобная ситуация, если честно. Надеюсь, он их потом выбросит. Итак, проходит пара недель. Пит даже до сих пор не смог отмыть эту надпись про то, что педопит. Все теперь его считают педофилом. Ну, а еще тут крутой эмбиент, и мне реально стало жалко Пита. Так вот, Лори все эти недели жила у подруги. И Пит собирается с силами, приходит домой к Лори, чтобы с ней поговорить, потому что он уезжает. Но открывает дверь. Ее мать. Почему ты вернулась? Ты же знала, что я вас увижу. Я думала, ты уехал. Но теперь-то он сто процентов собирается уезжать. И знаете что? Он хочет взять Лори с собой. Поэтому нужно как-то с ней встретиться. Мать говорит, подумай в первую очередь о дочери, а не о себе, если ты хочешь быть хорошим отцом. В общем, все-таки Лори согласилась на встречу. И видно, как он пытается... Пытается быть отцом, и ему вроде как стыдно и стремно и неловко. И вот... Утром я сажусь на паром и плыву в Роттердам. Блин, он реально сваливает из своего родного города, потому что все считают его педофилом. Типа вот после этой надписи, после того, что он все время тусит с Лори. Так вот, он предлагает Лори поплыть вместе с ним, бросить все, но... Лори бросает его. Я просто в туалет. Ну да, ну да. В общем, красивые кадры, тут не поспоришь. Она думает, он думает. Он вспоминает их диалоги, а может быть забудем все и сбежим. У нас одна любовь и одна только жизнь. Воспоминания прерываются реальностью, где Лори, нацепив рюкзак, бежит и бежит и бежит. Сейчас опоздает. Да нет, она все-таки успела к парому, кричит Пита. Он выходит и они обнимаются. И тут реально приятная сцена. Она правда остается здесь, но она хотя бы с ним попрощалась. Смотри, не садись в машины к незнакомцам. Приезжай в гости. Лори остается, но она обрела отца. Он попытался хоть что-то исправить перед дочкой. Знаете, в принципе, довольно приятный конец фильма. Ну вот, какой-то такой эксклюзив был на Бусте. Просто захотелось что-нибудь туда запилить. Однако, сейчас это не эксклюзив. Сейчас эксклюзив кое-что другое. Ребята, там такой фильм. Там такой фильм, который... Ну, я без байта. Там, знаете, не обратная психология. Ничего такого. Я говорю, реально, вам не стоит смотреть этот фильм. И мне не стоило смотреть этот фильм. Но так получилось. Поэтому, если у вас крепкая психика, то можете пойти посмотреть. Я вам скажу, что это за фильм. Соло или 120 дней садома. Если кто знает, тот знает. Кто не знает, тому повезло. Вот. Ну, а в целом, спасибо огромное за просмотр этого видоса. Ждите новых и не забывайте. Всех обнял.